Регионеры, стражи границы Римской империи первого-третьего веков. Исторические площадки, выставочные экспозиции, ярмарка ремесел и новые зрелищные локации. Ежегодно Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах знакомит гостей с живой двухтысячелетней историей полуострова, тематическими мастер-классами и инсценировками исторических сражений. За последние 10 лет фестиваль по праву стал визитной карточкой региона. Совершенно замечательное место. Вы знаете, когда я сюда первый раз приехал, я даже своим глазам не поверил, что вот так можно любить историю, так можно бережно любить Севастополь, историю Севастополя, историю Крыма. Ну, в конечном счете, историю нашей страны. Все, что нам удалось сделать за полгода, это было сделано, потому что, ну, просто по-другому было нельзя отнестись к этому проекту. Для полного погружения в историю, для гостей – познавательные интерактивы, викторины и уникальный радиоквест. Мы будем прятать на территории парка радиомаяк, и дети будут там группой набираться, там, 3-5 человек. Они будут с радиостанциями, которые принимают этот радиомаяк, искать по контрольным точкам, где же он спрятан там в чемодане. На ярмарке мастеров – сувениры, поделки, украшения из кожи, камня, дерева и латуни. И все это – ручная работа людей, которые продолжают вековые традиции. Каких-то кардинальных, принципиальных изменений не произошло. Я думаю, что ювелир тех веков совершенно спокойно, быстро разобрался бы с нашим инструментом и тоже смог бы работать. От античной Таврики до Холодной войны. На фестивале представлено 10 исторических площадок. Главные герои фестиваля – сотни реконструкторов со всей страны – с точностью воссоздают эпизоды прошлого. Особое место отведено периоду Великой Отечественной. На самой высокой точке Федюхиных высот, там, где проходили кровопролитные сражения, полторы сотни человек, как в прошлом, становятся в бой за родину и показывают героический путь 51-й армии – битвы за Сталинград и Севастополь. Благодаря Крымскому военно-историческому фестивалю, как мне кажется, и взрослые, и дети могут отложить свои смартфоны и приходить учиться истории, потому что такие уроки истории – самые интересные. Ежегодно Крымский военно-исторический фестиваль собирает более 25 тысяч зрителей. Гости приезжают специально издалека, чтобы буквально прикоснуться к истории полуострова. Выстрелы, пальба из пушек и раненые – здесь все как по-настоящему. Я целенаправленно шла посмотреть на Крымскую войну, то есть времена Крымской войны. Мне интересны костюмы, заодно вот монеты сделала. Крымский военно-исторический фестиваль, как одно из важных достижений Севастополя, попал в список для интерактивного голосования на федеральной платформе. На ней представлены лучшие достижения нашей страны в разных областях – наука, техника, социальная сфера, спорт. От Севастополя в этом списке всего 26 номинантов. Поддержать их легко. На главной странице портала достижения.рф нужно нажать кнопку «Голосовать» или открыть раздел «Достижения регионов», выбрать Севастополь и проголосовать за понравившегося номинанта. Если определиться с выбором сложно, отдать голос разрешается сразу за нескольких претендентов. От нашей активности зависит популяризация лучших достижений любимого города-героя. Ирина Варава, Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова